Мне хочется обратиться с вами и попытаться проанализировать то, что является очевидной реальностью нашего времени, то, о чём говорится более всего, то, что беспокоит уже не миллионы, а миллиарды людей, и то, что называется кризисом. Все просят, вы знаете, интервью и по телевидению, и по радио, и даже из устно, все просят дать, ну что ли, христианскую оценку этого явления и, естественно, сказать, а что нужно делать, как всегда. Я думаю, что и к вам эти вопросы и были, и, по крайней мере, будут, несомненно. Особенно этот вопрос возникает с тем, что оказывается, ну, не оказывается, а все это, конечно, знают, но как-то такое забывают, когда что-то надвигается одно, что на самом деле существует не кризис, а множество кризисов. И подчас даже бывает трудно сказать, какой из них является более угрожающим и более смертельным для человечества. Сейчас все говорят о финансовом кризисе и забыли обо всём другом на свете. На самом деле, вы же прекрасно понимаете, что первый кризис, о котором нам с вами и придётся немножко поговорить, хотя мы неоднократно уже эти мысли слышали и имели в виду, но иногда верно правило повторения мать-учения, да и некоторые мысли надо как-то акцентировать. Такое, что первым кризисом с христианской точки зрения, с православной точки зрения является кризис вовсе нематериальный, а кризис духовный. И вот здесь-то, оказывается, вы себе представить не можете, насколько здесь много недоразумений. Но это с нашей точки зрения. Какие ещё кризисы? Демографический кризис, мы просто, видимо, о нём меньше всего так говорим и так, походя. На самом деле, это страшная же вещь. Человечество растёт с огромнейшим ускорением. А что это значит? А из этого следует, следует другой кризис, продовольственный. Вы знаете, что сейчас миллиард, 200 миллионов людей, это то есть, сколько, пятая часть? Пятая часть человечества живут не только ниже так называемой черты бедности, которая в разных государствах, она, вы знаете, колеблется, где она находится, эта черта? Но значительный процент из этой колоссальной цифры просто не знают, что будут есть завтра. Кстати, не подумать, что это где-то такое, там, в Индии, в Африке, в Латинской Америке, где-то. Вот, радиослушаю я недавно, позавчера, что ли, я уже не помню, в какой области, неважно, кто рабочий продаёт рабочие перчатки за 15 рублей. Его спрашивают, а что это вы? Говорят, а нечего есть. Я буханку хлеба хотя куплю. Торговать. Подумайте, чем торговать? Получить 15 рублей получить. Причём не пьяница, нет. Это по радио передаёт. И я думаю, что в данном случае можно верить. Это показывает, это у нас даже. Понимаете, какие вещи-то оказываются? Продовольственный кризис – это, оказывается, одна из тех проблем, которые поражают огромное уже количество людей. Огромное. Что делать опять? Об экологическом кризисе мы с вами, по-моему, уже упоминали. И, поведем, более всего, все с ним знакомы, что идёт просто тотальное, тотальное, то есть тотус, весь, всё, целиком, тотальное уничтожение нашей Матушки-Земли. Причём по всем параметрам. По всем. Наверное, ни одного уже теперь не найти, по которому не шло бы. Знаете, прям постоянные, ну уж не могу сказать, что цели направленные. Но если со стороны бы посмотреть, со стороны какого-то инопланетяльного, он бы сказал, ой, как они точно всё рассчитали. Со всех сторон идут на уничтожение своей планеты. Со всех сторон. Земля, всё, обеспложивается. Гумус слетает с лица земли буквально. Уже там, где когда-то были полнородные почвы, только за счёт удобрений. Малейшая приостановка удобрений – всё. Земля бесплодна. Причём так и говорят, что эти удобрения делают богатыми отцов, но нищими детей. Всё уничтожается. Причём это страшно, страшнейшим образом идёт эта волна. Да возьмите вода. Океаны загрязнены. Моря во что превратились? Реки. Редко найдёшь. Реку, из которой можно напиться. Воздух теперь. Уже скоро, наверное, будут воздух продавать, а не воду. В бутылочках. Знаете, как будет интересно? Подождите, киоск, можно мне пол-литра воздуха, чтобы нюхнуть здорового воздуха? Климат повышается. А оказывается, если повышение климата достигнет 5 градусов, то это уже означает необратимый процесс. Уже всё. Уже вернуть тогда никакими средствами нельзя. Но уже при 3,5 даже градусах, при повышении температуры на 3,5 градуса, уже практически, хотя теоретически остаётся, практически уже будет невероятно что-либо сделать и повернуть вспять этот процесс. Сейчас уже сколько-то, около, там ещё градуса пока нет, конечно, ноль и сколько-то такое, я не помню. Но то, что это повышение климата идёт, бесспорно, уже в Арктике растаяли, мне называли, сколько-то миллионов тонн льда. Уже таяние льдов началось. И уже это начинает сказываться, особенно в низких там местах. И соответствующе, чем больше таять, тем скорее повышение температуры будет, вы же понимаете же. Экологический кризис налицо. Все учёные это понимают, все политики этого не понимают. У политиков одна только цель, одна задача – экономика и власть. Или власть и экономика, как хотите. Эти люди сидят на суку и пилят его изо всей мочи, как бы поскорее его спилить. Потому что внизу там, оказывается, жёлуди видны на нижней ветке. Ну, я, конечно, шучу, но ситуация именно такова. То есть, ну, финансовый кризис, который сейчас обрушился на весь наш земной шарик, он, природа его не вызывает сомнений. Все крупнейшие эксперты спокойствием олимпийским говорят, что это произошло за счёт удивительной вещи, о которой, действительно, многие, наверное, не знают. Ну, по крайней мере, мы, рядовые люди, не знаем. Что оказывается, в Соединённых Штатах есть некая небольшая корпорация, которая созидала в течение нескольких десятилетий. Не знаю всего механизма, но суть такова. Они, и только они, а не государство, не сами Соединённые Штаты, могут печатать доллары, сколько хотят, без всякого обеспечения их там, золотым запасом, там, и чем-то, и чем-то такой другим. Нет. Могут печатать сколько угодно. Они, и только они. Каким образом это достигнуто, как это сделано, каким образом, так сказать, все мировые, ну, институты, государственные, финансовые и прочие могут с этим мириться, это, так сказать, за гранью нашего понимания, но факт сам таков. Финансовый кризис, чем, оказывается, обусловлен? Колоссальным перепроизводством долларов в мире. Бумагу, выпускают бумагу, но за эту бумагу получают реальные вещи. Но вот это вот перепроизводство, как они утверждают, как они считают, является главной причиной. Причём, здесь есть какой-то рубеж до какого-то момента. это особенно не сказывается, а потом начинается обвал, который и называют финансовым кризисом. Ну, наверняка, я не все перечислил, всех не знаю, но, по-видимому, это самые основные кризисы, которые угрожают жизни уже ничему-либо, а жизни буквально человечества в прямом смысле этого слова. Потому что не приходится уже говорить о росте военных там всяких изобретений, о росте смертоносного оружия, о новых его качествах и так далее. Тут, по-видимому, вообще бездна, которой нет числа. Со всех сторон. И вот отсюда-то возникает вопрос, какова природа всех этих кризисов и возможно ли остановление их в условиях современной атмосферы жизни человека? Вот вопрос. Над этим бьются все, вы не думайте. И к нам, когда обращают этот вопрос, то вопрос этот носит вполне законный характер и серьёзный, что мы можем ответить на это? Я вам зачитаю одну очень любопытную вещь, вернее, фразу, которая говорит о весьма многом. Характеризуя настоящее время, один наш иеромонах очень известный, нет, просто очень известный, а то я слишком я опротянул долго, простый, нет, а может быть просто известный, но имя его я не назову. Ну, сами понимаете, почему. Нехорошо. Нехорошо, сейчас увидите, тоже почему. Заявил такую вещь. Настало время, это сейчас, когда ни одному православному не удастся отсидеться в стороне, заботясь только о личном спасении. Никуда не денетесь там, спасая сами себя, занимаясь эгоистическим спасением, когда другие гибнут. Вот, что сказал этот известный иеромонах. Причём, не просто сказал, это уже, уже это расходится, уже мне прислал один очень большой человек, в качестве эпиграфа, к своей статье, на что я ему ответил, что это антихристианская идея. Он звонит, подпрыгнул. Как? Как? Такая потрясающая идея! Настало время, когда ни одному православному не удастся отсидеться в стороне, заботясь только о личном спасении. Разве это неверно? Вот основная идея. Он выразил, этот иеромонах, не просто своё личное понимание, он выразил понимание подавляющего числа не только людей там, не только религиозных людей, не только христиан, но даже, увы, православных христиан. Вот, если хотите, этой фразой очень точно поставлен вопрос природы кризиса и что нам делать. Действительно! Давайте делать! нечего заботиться о личном спасении. Давайте делать! Что делать? А что делать? Проповедовать христианство! Хорошо, проповедуем и всем говорим не заботьтесь о личном спасении! Делайте! Что делаете? Опять проповедуйте! Раз проповедовали вдребезги, никто о личном спасении не заботится! Ура! Ура! Да здравствует христианство, которого нет! Элементарная же вещь! Представьте только себе! Представьте себе! Человек лежит в параличе, весь лежит, пластом, так? Что он может помочь? Вот рядом сосед или сосед, который надо ровно колоть, воды принести, за хлебом сходить, ещё что-то такое! Когда он может помочь? Когда можно помочь другому человеку? Когда я могу научить другого человека? Когда? Когда я сам окажусь способным сделать то, что я хочу, чтобы могли делать другие люди? Забыли то, что содержится в понятии личного спасения. Личное спасение рассматривать, как что-то эгоистическое. Знаете, я из дома горящего выскакиваю, никому не помогая, а прочее, плевать мне на них, лишь бы самому выскочить. Вот что понимают под личным спасением. На самом деле, ситуация совсем другая, как только мы касаемся вопроса духовной жизни человека. Какова же эта другая ситуация? Никто не наученный не может научить другого. никто не умеющий не может помочь другому, чтобы тот сумел что-то сделать. Никто больной и недвижимый не может помочь другому, чтобы спасти его от каких-то бед. Оказывается, спасение – это то состояние человека, когда он, этот человек, постепенно исцеляется. Ведь спасение и состоит-то в исцелении от нашей души прежде всего, и тела, исцеление духа, души и тела от всего того болезненного, недолжного, страстного, греховного, слова какие угодно мы можем употреблять, что человек видит в себе. невозможно страстному – об этом пишут святые ци единогласно – невозможно страстному человеку научить безстрастию другого. Вот эти вещи оказываются за пределами познания современных, увы, христиан. Представьте себе, все наполнены страстями, и мы проповедуем христианство. Не говоря людям о том, что делать, чтобы исцелиться, ведь вся суть-то спасения в исцелении состоит. Когда же мы обращаем внимание исключительно только на внешнюю сторону христианской проповеди, на внешнее его распространение, на созидание каких-то конкретных институтов, в которых нет, как мы сейчас видим, и не может даже быть дано лекарства, исцеляющие человека, что проку тогда от всех этих институтов, что проку от больниц, которые не лечат, что проку от врача, который не знает, что человеку сказать для того, чтобы исцелиться. Скажите, что проку? Вся суть христианства именно заключается в том, что в нём даются рецепты, применяя которой и только человек может исцелиться. Почему об этом так идёт речь? Сейчас уже даже невооружённым, как говорят, взглядом, даже люди далёкие от религии, все начинают понимать уже воочию, что причиной всех кризисов, которые поражают нашу землю, является эгоизм, эгоцентризм, сластолюбие, погоня за наслаждениями, погоня за развлечениями, погоня за вот этим вот-вот сиюминутными благами, погоня кого? Самого человека. То есть, оказывается, причиной всех этих явлений является неверное духовное состояние человека. Его мысль направлена не туда. Мы кричим, надо любить, надо помогать людям. Простите, как я могу любить других? Других, когда я весь охвачен сластолюбием, страстями и прочими, и прочими всякими грехами. Христианство говорит удивительную вещь. Любовь – это соуз, то есть, соединение, союз, вершина добродетелей. То есть, любовь, оказывается, она возрастает в человеке по мере правильной духовной жизни. Без этой правильной духовной жизни человека будет подавлять эгоизм. И не просто эгоизм, не просто саму себе, а вот эти три страсти, о которых мы с вами всегда говорим. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие, на которых стоит весь, увы, человеческий мир через и десятиричное. Посмотрите, проповедь идёт всего, чего только идёт. Вот этих мирских ценностей. Напоминаю вам определение мира через и десятиричное Исаака Сирина, который говорит, что есть мир? Мир есть совокупность всех страстей. И когда мы хотим одним словом выразить эту совокупность, мы говорим, употребляем слово мир, мирской. Это Исаак Сирин говорит. Так вы видите, никак мы не хотим мы, я говорю, о человечестве, о тех экспертах, о, я бы сказал, философах, политиках, социологах, никак мы не хотим заглянуть в природу страстей. Неужели трудно понять, особенно тем, кто занимается психологией, что когда человек порабощён какой-то страсти, он ни на что не смотрит, он всё сметёт с лица земли, если у него есть таковые возможности, чтобы достичь своей цели. Долой разум! Неужели непонятно, что любая страсть или ослепляет разум, то есть он перестаёт работать? Или делает его рабом, который уже говорит не о том, что ты нехорошо делаешь, а раб, который ищет средств для удовлетворения этой страсти? Психология, неужели этого не понимают? Что, оказывается, страсть – это оказывается очень тяжёлая, страшная, смертельная вещь. Почему, кстати, все религии на разном уровне, конечно, называя страстью? Некоторые только самые грубые, другие, так сказать, глубже проникают, третье, как православие, доходит до духа человека, но всюду утверждается одно и то же – страсть – это то, что приносит страдание человеку. Страсть – это страдание. Вот слышите, где мы нашли точку принципиального расхождения двух мировоззрений. Одно мировоззрение говорит, что не уничтожив страсти, не борясь, по крайней мере, со страстями, мы ничего не сможем сделать в этом мире. Мы так, будучи порабощены им, мы так и будем продолжать уничтожать и себя, и других, и саму землю. Только другие у себя говорят, нет, оставим это, оставим это. Мы должны делать вот это, совершать вот эти внешние деяния, внешние. Мы должны искать новые формы, новые структуры, мы должны созидать новые государственные строи, мы должны искать новые законы, искать справедливости и так далее, внешней справедливости. Вот, вы слышите, вот где принципиальное расхождение двух мировоззрений. Необходимо научать человеку, научать человека пониманию того, что страсти – это и есть источник всех кризисов, касающихся лично, пока мы говорим об одном человеке, так, когда же они становятся нормой жизни общества, нормой жизни народа, тем более всего человечества, тогда они являются тем бумерангом или, хотите, тем пистолетом, который стреляет в самого человека. Страсть есть страдание, и не обращение внимания на эту главнейшую сторону жизни человека, – это значит ничего не видеть. Но, видите ли, западные христианства, кстати, уже давно пошло по этому пути. По пути какому? Пошло по пути внешних форм, внешних преобразований, внешних революций, реформ и так далее. Считаю, что здесь мы можем что-то сделать. Нечего смотреть на нравственное состояние человека. Знаете, вот это самое ужасное. Неважно нравственное состояние человека. Это его внутреннее дело. Результат мы видим сейчас, коррупция охватила все слои социальной структуры. Где? Всюду. Ну, а скажите, а что же ещё может быть, когда человек наполнен этим, живёт этим, культивирует это? Посмотрите, чем наполнена сама атмосфера сейчас жизни, цивилизованных стран, пропагандой всех страстей, причём самых отъявленных, самых ужасных, самых отвратительных, пропагандой, непрерывной пропагандой, всеми средствами массовой информации. Поэтому, с христианской точки зрения, если мы вынуждены говорить об этом, то должны прямо сказать, нет никаких средств борьбы с кризисами, кроме одного. Только при наличии обращения внимания на ту духовную жизнь, о которой говорит православие, может начаться борьба с кризисами. При этом, что очень важно, очень важно, вот это обращение внимания на душу свою каждого из людей совсем не означает, что человек в следовании уже будет отлучён или сам себя отлучает от решения внешних жизненных проблем. Совсем нет. Христианство утверждает, что чем более человек освобождается от власти страстей, чем более ум его очищается, тем более точно он может видеть и пути решения тех жизненных проблем, перед которыми мы стоим. Потому что, ещё раз повторяю, что страсть, она заглушает, мешает, закрывает, создаёт непроницаемую завесу, если хотите, когда нам нужно решить тельные проблемы. Посмотрите, что в состоянии аффекта делает человек, какие преступления совершает. Это высшая степень уже. Мы говорим аффект. Он убивает там, я не знаю, что делать, или прыгает откуда-то с сотого этажа. Так, мы понимаем. Вот это очень... Это показатель только степени на самом же деле, на самом же деле. Степень может быть разная, но направление одно и то же. Страсти ослепляют и не дают возможности человеку принять верное решение. Поэтому вот это утверждение о том, что сейчас настало время, когда ни одному православному не удастся отсидеться в стороне. Вы подумайте, это где же отсидеться в стороне? Заботясь только о личном спасении. Человек, видимо, не понимает. Я могу быть на любой должности и, заботясь о личном спасении, я буду выполнять наилучшим образом то, что мне поручено. Почему? Потому что я заботюсь о личном спасении. Я не позволю бессовестных поступков. Я избегать буду нарушение законов. Я постараюсь относиться к людям там, подчинённому или кому-то другим людям дружелюбно. Вы слышите, что такое забота о личном спасении? Она потребует от меня нравственного, максимально нравственного отношения ко всему тому, с чем я соприкасаюсь, на что я поставлен, что я должен делать. Бедный человек не понимает этого. А если я не буду заботиться о личном спасении, взятка? Велика, давай, давай сюда. Мало дал, да еще. Тут можно украсть, там можно обмануть, тут можно пролезть. Я личного спасения не заботюсь, что вы? Во что превращается жизнь, не понимает бедный человек? Забота о личном спасении – это забота о своей совести, если хотите, прежде всего. И как это интересно, я могу отсидеться в стороне? Что это значит? Не удастся православному никому отсидеться в стороне, заботясь только о личном спасении. Это что это такое? Христианство никого не уводит отсюда, из мира, оно требует освящения нашего мира. И это освящение происходит через личное освящение, через личное понуждение себя к чему? К тому, что мы называем личным спасением. Как будто спасение я выпрыгиваю. Нет, я здесь остаюсь, но я заботюсь о совести, о правде, об истине, здесь оставаясь. Разве не понятно, что только таким путём именно заботясь о личном спасении мы можем тогда что-то делать в отношении общего спасения. О, если бы каждый человек постарался поступать по совести, то есть заботясь о личном спасении, по совести, вы представляете, что это было бы? Неужели никому не ясно? Бедный человек. Кстати, это термонах он нигде не учился ни в какой духовной школе, но имеет светское высшее образование, доктор наук. У нас же много рукоположных людей, которые не имеют самых элементарных знаний, знаний, элементарных знаний о принципах, об основах духовной жизни человека. Даже не понимают, что такое спасение. Спасение. Думают, это выпрыгнуть действительно из окна, а других бросить. Спасение – это совесть, очищение совести. Причём, никакой совести не на принципах только обычной человеческой нравственности, когда не убил, не ограбил, не нарушил закон, и ты праведник. Христианство говорит о совести какой? О чувствах даже, о чувствах даже, о мыслях даже. Не пожелай другому зла, не отомсти ему. Представляете, о чём говорит христианство? О каких вещах? Не завидуй! Вот, что такое личное спасение. Вот, исходя из этого, становится понятным, что личное это, оказывается, забота о личном спасении. То есть, о выселении своей души от этих пакостей, оно действительно может и должно только стать той основой, на которой только возможно решение множества социальных проблем, если хотите, возможно, какое-то движение в приостановлении или, по крайней мере, в замедлении процесса тех кризисов, которые охватывают нашу землю. Субтитры субтитры